Речь пойдет, конечно, о современных технологиях. Я хочу сказать, что в свое время мы сегодня вообще смотрим всю структуру меланомы. Будучи в онкодиспансере, работая в онкодиспансере в городе Челябинске, я посчитала, как часто встречается меланома в структуре всех злокачественных меланомных образований. Так вот, по этим данным оказалось, что каждая пятая меланома, которая верифицируется в Челябинской области, это меланома Харидея, при том, что сама сосудистая оболочка, наверное, весит, я думаю, полтора грамма или, может быть, максимум два. И, к большому сожалению, мы, как онкологи, с вами манипулируем термином «скрытая локализация». И вот как раз-то эта скрытая локализация приводит к поздней диагностике, потому что пациент никогда не пойдет профилактически осматривать глазное дно, он пойдет тогда, когда у него появляются какие-то жалобы. И хорошо, если эта опухоль локализуется в центральных отделах глаза, а не в области целиарного тела, где, как правило, они к нам приходят, и мы их раньше в основном подписывали под приговор органовносящей операции. Чаще всего это, собственно, сосудистая оболочка, и, кстати, между прочим, это хоридея, и это объясняется эмбриогенезом, потому что в процессе эмбриогенеза сосудистая оболочка формируется из нервного гребня на самых ранних этапах эмбриогенеза. Что касается радужки целиарного тела, это в более поздние периоды чаще всего и более злокачественное образование локализуется в области целиарного тела. Вот я опять этот слайд привела. При наличии симптомов или жалоб со стороны центральной нервной системы уберем, что мне казалось, что этого здесь нет. Когда мы решаем вопрос по лечению... Да, сначала, когда к нам пациент приходит, то всё-таки мы делаем ему скрининг для оценки распространённости процесса. Кстати, между прочим, у нас в клинических рекомендациях написано, что при наличии эмбриогенеза статического поражения печени мы не проводим лечение, хотя я считаю, что мы, как в Замирахметне, это обсуждали, что это неправильный постулат, потому что никто не, так скажем, отменял операцию, которая производится такой сценирующей целью, в общем-то. Далее мы, когда выбираем метод лечения, сохраняющий или ликвидационный, мы ориентируемся на размеры образования и на наличие признаков распада опухоли, которые приводят к осложнённому течению. Если размеры образования позволяют, выполняем органосохраняющие методики. И вот здесь приведены те методы лечения, которые вообще, в принципе, на сегодняшний день применяются во всём мире. И до недавнего времени я говорила о том, что частота приблизительно одинакова у нас использования этих различных технологий, за исключением лучевой терапии протонным пучком. И вот сейчас у нас лучевая терапия протонным пучком, она появилась, поскольку у нас практически орфанные заболевания, мы направляем для этого вида лечения в МИПС Березина. И я вам покажу сегодня те результаты, которые мы получили на сегодняшний день. Опять же, вот, конечно, для онкологов всегда, ну, я, собственно, сама являюсь онкологом, онкологам всегда сложно воспринять то, что мы единственные онкологи среди онкологов, которые проводят лечение, лучевое в частности лечение, без патогистологической верификации процесса. И понятно, что комплекс тех диагностических технологий, который должен применяться, он должен быть такой, чтобы мы, ну, как могли бы не ошибиться. Кстати, я хочу сказать, что в своей клинической практике, если подвести те инуклеации, которые были проведены в Челябинске, или те инуклеации, которые были проведены здесь пациентам, у нас не было ни одного случая расхождения диагноза, и везде был подтвержден диагноз внутриглазной меланомы. И вот, в общем, собственно говоря, практика подходов к лечению на сегодняшний день, она у нас немножко разнится с американскими рекомендациями в плане, например, протонотерапии. Но, как вы сами понимаете, клинические рекомендации – это не догма, они подлежат пересмотру, и я думаю, что в ближайшее время, когда мы их будем пересматривать, мы, конечно, свое отношение к протонотерапии там тоже отразим. Начнем с того, что до сих пор маленькие размеры опухоли мы можем лечить методом транспопулярной термотерапии. Это длительное прогревание опухоли, которое проводится на лазерном аппарате. Ну, по сути, такая практически амбулаторная процедура. Можно облучить полностью всю поверхность опухоли, можно распределить это на какие-то фрагменты. И когда мы получаем вот такой атрофический рубец, и вот при сохранности зрения нас всегда это радует, мы уверены в полном прогрессии опухоли. Но это не всегда бывает. Я являюсь приверженцем фотодинамической терапии. В свое время коллеги из Калужского филиала «Микрохирургия глаза», они проводили эти исследования в Челябинске, на базе челябинского диспансера, по применению фотодинамической терапии, с использованием наших отечественных фотосенсибилизаторов, основанных на ротоклорине. И здесь мы имеем полное, так скажем, право, потому что в показаниях применения есть меланома, не указана какая, и слава богу, что не указана. У нас есть хороший лазер для этих целей. И мы выполняем это при беспрегментном характере опухоли, при наличии выраженной воскулиризации, как компонент комплексного лечения. И с этого начинали. И посмотрите, вот такие большие опухоли, высотой 9 мм, когда практически эта машурумформа такая грибовидная, ты должен пациенту вынести приговор по удалению глаза, и у тебя есть все возможности с помощью одного метода фотодинамической терапии добиться полного регресса, либо же его, как вот в этом конкретном случае, комбинировать. Здесь как первый этап была проведена фотодинамическая терапия, и в последующем при уменьшении размеров опухоли до 4 мм была выполнена бракетерапия с полным регрессом опухоли. В нашем филиале силами в том числе и Лео Владиславное осуществляется и директора Арнастасия Чебойко, осуществляется гибридная фотодинамическая терапия меланомы. Это была такая идея, влучить опухоль не только со стороны верхушки, но и со стороны эсклиры. Это делается в условиях интероперационных, под наркозом, разумеется, и тоже, в общем-то, дает свои хорошие результаты, о которых Лео Владиславовна будет как раз докладывать на конференции молодых ученых, которые проводят Институт Петрова. Брахетерапия – это золотой стандарт лечения. В России у нас применяются офтальмоаппликаторы с утопами рутей и нероди для того, чтобы лечить такие опухоли. Нужно, чтобы они имели высоту не более 6 мм, не имели признаков распада, за которые говорят, как вы видите на картинке, кровоизлияние, и у них не было экстрасклерального роста. И, конечно же, с помощью каких-то других дополнительных методик, в частности, таких методик, как термотерапия, фотодинамики, которые оказываются на верхушку опухоли, аппликатор подшивается на склеру, на основание опухоли, получается такой эффект потенцирования. И вот такая сэндвич-терапия дает тоже свои результаты в плане формирования атрофического рубца. И когда мы видим вот такой атрофический рубец на глазном дне, если даже есть небольшие вкрапления пигмента, мы всё-таки говорим о уверенности в локальном контроле опухоли. Но, к большому сожалению, так всегда бывает, не всегда бывает. Эта осаточная опухоль у нас, это как мина замедленного действия, она оставляет много вопросов и требует в последующем длительного такого мониторирования этого пациента. Три года назад, даже 33 месяца, сейчас мы имеем результаты, мы стали сотрудничать с Центром протонтерапии в отношении использования протонного пучка, карандашного протонного пучка для лечения внутриглазной меланомы. И здесь интерес был, конечно, в том, что это достаточно высокая комфортность облучения. В отличие от технологии пассивного рассеивания, которая вообще применяется в мировой практике, эта технология не требует индивидуальных устройств для модификации пучка и достаточно проста в применении. Вот даётся, как правило, 6-7 фракций суммарной очаговой дозы, это порядка около 50 грей. Вот это первая пациентка, которую мы пролечили методом на лечение. На сегодняшний день мы имеем результаты лечения уже такие, начиная в диапазоне от 6 до 33 месяцев, за семью пациентами, даже подготовили к публикации первичные результаты. И нужно сказать, что мы практически у всех пациентов получили полный и частичный регресс. Правда, тут надо отметить, что такой регресс наблюдается не сразу, он отсроченный, более отсроченный, чем при браке терапии. И мы ожидаем такой регресс видеть только спустя 6 месяцев, а то и 9 от начала лечения. У одной пациентки метастатический процесс поражения обоих легких, она сейчас проходит иммунотерапию. Это как раз вот эта пациентка. Я хочу вам привести данные. Вот такая достаточно распространенная опухоль с транссудативной такой осойкой сетчатки с высотой 9 мм. И вот так это выглядит у неё через 13 месяцев. Очень такая отсроченная динамика. И потом вдруг раз, и практически всё пропадает. Очень интересно работает эффект. Мы видим эффект протонов. В процессе лечения она была прооперирована по поводу набухающей катаракты после лучевых изменений. Но, тем не менее, мы получили у неё такой полный регресс опухоли. Ну и ещё одна пациентка, которая тоже заслуживает внимания. Почему? Потому что здесь такая распространённая опухоль с высокой элевацией, с распространением угол передней камеры. И, по сути дела, конечно, раньше это был приговор к проведению инуклеации. Этой пациентке была выполнена протонотерапия, но получили кровоизлияние в переднюю камеру. И для того, чтобы элиминировать это осложнение, и вот этот фрагмент опухоли, который мы видим в передней камере, мы ей сделали фотодинамическую терапию. И в процессе фотодинамической терапии вы видите практически, как быстро регрессирует опухоль. По высоте она уже имеет сейчас высоту 2,2 мм. И сейчас стоит вопрос всё-таки проводить ей брахиотерапию, либо на этом же остановиться, на этом методе лечения остановиться. Но нельзя не сказать, что блок эксцидии является возможностью для лечения пациентов. Это такие операции, которые требуют... Ну, достаточно сложные технологичные, но мне, например, как онколог, они не импонируют по той причине, потому что очень сложно определить границы опухоли в ходе хирургического лечения. И вот здесь приведённые картинки показывают, что у этих пациентов имеет место продолженный рост опухоли, и им нужно выполнить инуклеацию. Ну и вот ещё один вариант – блок эксцидии. То есть это вот такая операция, при которой происходит вскрытие склеры, иссечение этого образования с рисками кровоизлияния. Ну, ограниченно применяются, но на наш взгляд всё-таки блок эксцидии – это операции, в которых первый этап фотодинамической терапии тоже будет играть хорошую роль, потому что она способствует не только уменьшению самой опухоли, но и уменьшению риска кровоизлияния в ходе такого хирургического вмешательства. Как вариант лечения нужно рассматривать, возможно рассматривать эндорезекцию меланому, и она тоже на сегодняшний день выполняется в нашем филиале, Эрнест Витальевич Бойко, он виртуозно и с хорошим опытом делает эти операции. Можно тоже по-разному относиться к этой хирургии. Всё-таки убедительно можно сказать только то, что живую меланому кусать нельзя, и желательно, и обязательно, конечно, проведение предоперационной лучевой терапии перед выполнением такой вот хирургии. Ну и несколько слов по ликвидационной лечении. Оно имеет право быть с появлением протонотерапии. Все пациенты, кстати, они лечатся, пролечены были по кодам. Оно всё равно, тем не менее, будет, несмотря на то, что количество таких пациентов стало меньше, слава богу. Значит, это большие меланомы. Значит, при такой операции мы обязательно оцениваем состояние культи, отсекаем зрительный нерв как можно дальше. Вы видите, здесь мы можем макроскопически наблюдать сосуды, заполненные опухолевым субстратом в ходе хирургического лечения. Ну и если противопоказаний нет, а как правило, это 99% пациентов, то мы формируем опорно-двигательный оккульти. Для этого используем биоматериал Alloplan. Я им уже пользуюсь на протяжении больше 20 лет, и он хорошо себя чувствует в орбите, и на него очень хорошо надевается протез индивидуальный, изготавливается. И вы видите, насколько по-разному могут выглядеть пациенты, когда формируется опорно-двигательный оккульти, а и когда она не формируется. Ну и слава богу, экземпторация орбиты – это не такая частая операция, которая выполняется. Вот 6 лет назад у нас было несколько экземптораций орбиты, сейчас, слава богу, их практически нет. И возможности пластики орбиты, они тоже имеются. Но в большей степени я думаю, что здесь, конечно, такие пациенты попадают чаще всего в институт Петрова, где им успешно производится не только экземпторация орбиты, но и эктопротезирование, наружное эктопротезирование. Ну и мы не должны забывать, что всё-таки при меланоме хорейдей клетки, независимо от размеров клетки, могут идентифицироваться в периферическом кровотоке. Вот это очень интересная работа, которая показывает на возможности идентификации таких клеток. И было установлено, что всё-таки, хоть и недостоверовано, количество этих клеток снижается после проведения различных вариантов лечения. Поэтому, конечно же, своевременная диагностика и своевременное лечение – это очень важный момент. Несколько слов буквально про метастатическое поражение. Вот в своё время, опять же, в Челябинске я провела аналитику у пациентов. Это была большая достаточная выборка пациентов. Видите, более 500 человек. Но из них удалось выбрать только лишь меньше половины, потому что они наблюдались постоянно. История с другими пациентами неизвестна. Но мы понимаем, что пациент не пришёл, либо у него всё хорошо, либо у него всё плохо. И вот за 16-летний период наблюдения у нас получилось, что метастазы в основном стреляют, я бы так выразилась, в первые 5 лет. Вот начиная от 3 лет до 5, это больше пол. И по мере того, как мы дольше наблюдаем пациентов, то прирост количества больных с метастатическим поражением, он будет увеличиваться. Причём я должна сказать, что сроки метастазирования, конечно, при энуклеации они будут более кратковременные. И это не связано с тем, что выполнена энуклеация. Это связано с тем, что у этого пациента просто-напросто опухоль достаточно долго росла. Как правило, опухоль растёт по 1 мм в год высоту. Ну и были установлены такие факторы риска. Помимо патоморфологических мы можем пациенту, выбирая тот или иной вид лечения, уже до операционного периода отнести его к высокой либо к низкой категории риска. И эти факторы риска метастазирования, они, в общем-то, согласуются с зарубежными данными. Но здесь я не буду на этом уже останавливаться, потому что Елена Владиславовна несколько про это проговорила. Всё-таки успех в лечении пациентов с внутриглазной меланомой это наше совместное сотрудничество с онкологами. Это своевременное и с офтальмологами, разумеется. Современная диагностика, современные технологии лечения, консолидация и преемственность в работе. Ну и мы работаем, в общем-то, открыто. У нас достаточно группа большая офтальмо-онкологическая сейчас сформировалась, и пациенты могут даже сами записаться к нам на консультацию. Ну и врачи могут тоже получить консультацию по документам и в режиме тоже телемедицинских консультаций. Я благодарю вас за внимание, постараюсь ответить на вопросы, которые вам может быть возможны. Спасибо.